Дениар Сугралинов Кирка тысячи атрибутов Том второй Танцующий барбар Глава первая Веспа В квартире было тихо и как-то постпразднично, хотя здесь он ничего не отмечал. Ни тебе конфетти на полу, ни дождика на люстре, даже елки нет, а все равно ощущение сказочного и тихого новогоднего утра окутало Егора, как старый плед, в холодный день. На улице тоже стояла тишина, лишь редко-редко скрипел снег под ногами прохожих. Солнце пряталось в глубине затянутого дымкой неба, приглушенно освещая город. Едва слышно работал телевизор у соседей. В полночь дозвониться маме не получилось, линия была перегружена, и он набрал ее сейчас. Ответила она бодрым, радостным голосом. «С наступившим тебя, Егорка! Как отметили!» Он рассказал кратко, умолчав о женщинах. «Тебе Саша передает, он меня поздравил с сообщением. А вообще мне хорошо, Егорка. Ни в ушах не шумит, ни сердце не беспокоит. Завтра будут оперировать. Сегодня подготовка, всякие анализы, так что если не отвечу, ты не волнуйся». Возникла пауза, и Егор представил улыбающуюся маму. «Заживем, Егорка, как раньше! К лету восстановлюсь, по грибы ягоды выберемся!» «Обязательно, мам!» Ее радость передалась Егору, и он тоже улыбнулся. «Буду отключаться, мне пора!» «Удачи!» Егор поставил чайник, включил консоль с телевизором, а потом отжался. Целых три подхода сделал, невзирая на похмельный синдром. Сердце заколотилось сильнее, чем надо бы, поэтому он сходил в душ и минут десять простоял под умеренно теплой водой. Заварил крепкий чай с лимоном и для порядка еще отжался. Прямо возгордился собой после этого, хотя и чертыхнулся. Нет большой пользы в похмельных нагрузках, сердце такому рада не будет. А затем отправился в уже привычное путешествие в волшебный мир, сменив знакомые выцветшие обои, гудящий холодильник, продавленный линолюм и скрипучий диван на яркие просторы фэнтези-вселенной. Через несколько минут он, варвар, уже сидел за столиком трактира «Золотой карась», хотя и видел его только на экране телевизора. Собеседников окружал полок тишины, предоставляемой как отдельная услуга. Недешево, зато никто не мешал и подслушать их не мог. — Повтори, дорогой, — попросил Хас. — Что там тебя за мысл посытыл? Его персонаж, смуглый стрелок девятого уровня в дешевом кожаном шмоте и скопной драйдов на голове, развалился на лавке напротив гора. Внешность Хас за основу взял свою, вот только прилично ее модифицировал. В жизни-то он драйдов не носил, стригся коротко, да и нос был поболее, чем у стрелка. Рядом с парнями пристроилась рыжеволосая чернокнижница Мико. Села, настороженно поглядывая на Хаса, потом перевела взгляд на горы. — Так вот, — сказал Егор, собираясь с мыслями. — По-моему, с этим Торфу сценаристы всех перехитрили. — Ну, как бы объяснить? — Объясни как есть, — хмыкнула чернокнижница. — Вот и я и пытаюсь, ты не перебивай. Они прикинули, что каждый игрок, проходящий этот квест, в конце подумает. Если я убью Торфу, то сделаю так, как поступают и все остальные. Значит, это банальная концовка. Поэтому давай-ка я его оставлю в живых. Так никто другой не сделает, поэтому Торфу в благодарность даст мне что-то ценное, чего остальные игроки в этом квесте еще не получали. Понимаете? — Пока на это дорогой, — качнул черными дредами Хас. В игре старый школьный товарищ назвался так же, как в жизни. И это оказалось очень удобно. Акцент как-то на удивление подходил его Чару, этакому коротышке-мулату, как будто помесе латиноамериканца и гнома. Егор, которому любовь к советским комедиям передала мама, подумал, что Хас карикатурным исполнением акцента просто копирует Фрунзика Макарчана из «Мимино», время от времени переходя на интонации Владимира Этуша, сыгравшего товарища Сахова в «Кавказской пленнице». Прям перебор, но Хас, похоже, кайфовал от этой фишки. В результате таких размышлений никто из игроков Торфу не убивал, считая, что все остальные завершат квест именно убийством. А вот я, мол, буду таким оригиналом. И поэтому никто ничего неожиданного, наоборот, не получал, ведь выживание Торфу было как раз банальной развязкой, предвиденной сценаристами, понимаете? Так выходило, потому что разрабы правильно просчитали нашу психологию. Все игроки думают шаблонно и считают, что нестандартным завершением цепочки будет оставить Торфу живым. А на самом деле это как раз и есть стандартно, кивнула Мику. Но цепочка ведь уникальная. Разве это не значит, что мы первые, кто ее проходит? — Может, первые, а может, не первые, — задумался Егор. Вдруг кто-то брал ее и не смог закончить. Не знаю. Или все как раз и запарывали концовку, не убив Торфу. Ладно, это уже не важно. — Все равно мне, как культурологу, это очень интересно, — воскликнула чернокнижница. Хотя тут не столько культурология, сколько массовая психология. — Ты, девушк, странный вещь, говоришь, — перебил Хас. — Культуролог, мультуролог, что за извращение? Тут он точно перегнул палку, и Мику поморщилась. — Ну ладно, достал уже, завязывай слова коверкать. — Что тебе достать, дорогая? Может, арбуз спелый из бахчи? — Ну хватит, Хас. Теперь уже и Егор покачал головой. — Давай нормально. Смоглый коротышка ухмыльнулся, покатывая между ладоней толстый ствол вечного гномского ружья с неиссякаемыми патронами, стоящего у его коленей прикладом в пол. — Ладно, в общем-то понятно, — заговорил он безо всякого акцента. — Ты того призрака все-таки завалил, что было нестандартным завершением квеста, и потому получил нестандартную развязку. Его душа вселилась в твое оружие. Тут еще, кстати, вопрос, когда эту квестовую цепочку в игру ввели. Далеко не факт, что на самом старте, может, наоборот, недавно. А еще вполне возможно, что и кирку твою разрабы вбросили в игру неподалеку от болот именно для такого случая. Может, это какой-то, хрен знает, эксперимент. — Насчет последнего сомневаюсь. Такое совпадение, что какой-то игрок припрется завершать длинный квест именно с киркой, невозможно предугадать, — возразил Егор и обратился к Мико. — Ну что, как Новый год встретила? В игре вижу народу немного, все отсыпаются или уже снова гуляют. — Выспалась, — улыбнулась девушка. — А ты как? Удалась ваша вечеринка? — Ага, удалась! — хохотнул Хас и качнул головой на варвара. — Особенно у него. — Особенно? — Мико сузило глаза. — Так он не один был? С девушкой? Гор? Хас сглотнул, замялся. Такой прямой вопрос Мико несколько удивил Егора, и он ответил, сымитировав акцент Хаса. — Один, совсем один! — Точно говорит! — важно закивал бывший одноклассник, переводя взгляд с варвара на чернокнижницу. Как будто догадавшись о зарождающихся отношениях, он заговорил про другое. — Ты покажи кирку свою, любопытно ведь! Егор нехотя извлек из инвентаря Кайло, покрутил в руках и воткнул в стол. Убрать с него руку варвар не мог, для этого предмет надо было выкинуть, прожав соответствующие кнопки, чего он делать, естественно, не собирался. Так и остался сидеть, сжимая рукоять вонзенной в столешницу кирки, в то время как Мико с Хасом потягивали пиво из больших кружек. Все-таки преимущество капсулы или даже VR-шлема с сенсорными перчатками на лицо. Вернее, на желудок. Егор-то пить ничего не мог, даже на уровне имитации. Гор лишь бестолково подносил руку с емкостью ко рту и убирал обратно. — Слушайте, а вкус вы ощущаете? — спросил он. — Я нет, — сказал Хас. — Я ж в шлеме и... Тут кирка сипла хохотнула, и Хас запнулся, ошарашенно на нее уставившись. Она сварливым скрипучим голосом заговорила. — Не ощущает он. Язык у него, губы, глотка лужоная, а он не ощущает. А у меня ничего нет, но я ощущаю, прям совсем ощущаю, во имя всех кикимор южной топи. На стол этот чего только не проливали. И пиво, и вино, и настойки, и мясо на него роняли, и перцем обсыпали. А ну вытащи меня, ловкач, не то я за себя не ручаюсь.